Самая маленькая книга, самая большая картина из бисера, самый длинный деревянный пешеходный мост. Все это достижение книги рекордов России. Теперь к ним добавилось еще одно. Мастерица из Чувашии сплела самые маленькие лапти. Юлия Важенина отправилась посмотреть на уникальный экспонат. Рекорд в миниатюре. Эти крохотные лапти умещаются на подушечке пальцев. Символ Древней Руси появился еще в 12 веке. Тогда вся Россия ходила круглый год в лаптях. Ну а эти, пожалуй, пришлись бы в пору, например, вальчику с пальчику. 10 миллиметров в длину и 7 в ширину. Книга рекордов России пополнилась новой записью. Лапти сплела Елена Клементьева, мастерица из этноэкологического комплекса «Ясна». И как она сама признается, на это ее сподвигли дети. Сначала дети мне предложили сплести как можно меньше. Как можно меньше у нас. Сначала были большие, потом вот такие маленькие. А потом вот это были 3 сантиметра. Потом вот рука навострилась плести. Это 1 сантиметр и 9 миллиметров вот эти лопоточки. А вот это вот милипидерные. Это вот как раз 1 сантиметр получается. Пять часов на одном дыхании и лапти готовы. Но повторить результат мастера сможет далеко не каждый. У правого и левого лаптей есть свои особенности. А чего только стоит нанести на эту крохотную обувь-декупаж. Кстати, талант передался Елене по наследству. У ее деда были золотые руки. Он мастерил из дерева необыкновенные вещи. Например, мог собрать тумбочку без единого гвоздя. Если плести любишь, вот все получится. Мне кажется, сложности... Ну, что такое сложность? Если люди это делали, значит, ты сможешь сделать правильное. То есть, сложности это в нашей голове. А если голова хочет и творит, то никаких сложностей не будет. Главное, чтобы была бы цель. Дальше просто передавать вот эти навыки из поколения в поколение. В Книге рекордов России эти лапти первые в своем роде. До них есть записи лишь о миниатюрных валенках. Ну, я даже не ожидала, честно говоря, что они пройдут. Ну, так вот. Пройдут, пройдут, как говорится. И не пройдут, не пройдут. Ну, и в итоге прошли. Сама рада. Елена пока не планирует побить собственный рекорд. Она проводит мастер-классы и учит всех желающих плести руны. Но кто знает, может, в будущем она еще всех удивит и попадет в Книгу рекордов не только России, но и всего мира. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова